В этом видео я буду переделывать твои слайды, ну может не конкретно твои, но те ребята, которые скидывали слайды для стрима по ошибкам, попали в это видео. Привет, меня зовут Миша, мы вместе с тобой учимся создавать стильные презентации. Я уже взял и переделал 8 слайдов, сейчас покажу тебе их все, покажу ход своих мыслей, самое главное покажу процесс. По ходу просмотра видео в комментариях пиши, чтобы ты еще улучшил в моих слайдах, или может быть ты как-то их еще доработал. Все интересные варианты я буду отмечать лайком, а самый интересный ответ попадет в закрепление вверху чата. Первый слайд, вот тот, что надо мной, это вариант до. Если мы в него начнем всматриваться, мы увидим, что там не построена логика чтения, там слабая контрастность цвета текста по отношению к цветам фигур, там непонятный, непродающий заголовок. Сразу посмотрим, что я сделал и увидим процесс. Первое, с чего я начал, я начал перерабатывать весь текст. Я переработал заголовок, из всего текста выделил самую главную ключевую мысль, поставил ее в заголовок, перевел ее в вопрос, и по ходу редактирования слайда к тексту я еще много раз вернулся. В правую часть этого слайда хотелось подобавить фотографию выступающего человека, время у меня было ограничено, я нашел фотографию Ди Каприо, он отлично вписался в этот слайд. Я у фотографии удалил в фотошопе фон, потом перевестил уже фотографию на слайд, сделал ее черно-белой, чтобы она не сильно отвлекала внимание. Обратите внимание, я еще ее задублировал, поставил на фон и на фоне поменял цвет у этой фотографии. Все еще дальше продолжаю редактировать текст, потом выделил акценты внутри текста, выделил их тоже в отдельный цвет. Вот такой простой и стильный слайд у меня получился. Второй слайд, проблема варианта до, это непонятно с чего начинать читать этот слайд и куда вообще смотреть. Очень много яркого насыщенного цвета, выравнивание по диагонали этих пунктов, они сбиваются смысла. Непонятный нечитаемый заголовок, некачественная фотография на фоне, вот что получилось у меня, это опять же сразу же процесс. Очень много времени я потратил на то, чтобы переписывать эти заголовки, перерабатывать текст, но я здесь сразу сформировал тоже заголовок, который вывел отдельно, он стал более продающий, начал выравнивать и создавать пункты. Здесь получилось 8 пунктов, которые я не начал повторять, я сделал не вертикальное выравнивание, сделал горизонтальное выравнивание, из-за этого немного логика чтения слайда сбилась, но тем не менее она стала намного лучше. Перевел этот слайд полностью в такой темные цвета, сделал фон близким к черному, зеленый у пунктов сохранил, он такой же яркий привлекает к себе внимание, нашел иллюстрацию руки для того, чтобы было тоже какое-то разнообразие, тоже получился очень простой стильный слайд. Третий слайд из презентации моего очень хорошего друга, я как-то увидел, что он ходит на рабочие встречи, вот с такой презентацией я предложил ему переделать, а вот этим слайдом хочу поделиться с тобой. Конечно, тут было переработано все, обрати внимание на то, насколько важно включиться, внедриться в этот слайд, в смысл и в цели, понять, что мы от этого слайда хотим получить, только после этого прописывать заголовки, прописывать текст, потому что текст на этом слайде переписывался очень много раз, и только после того, когда вот этот цель, смысл был пойман, был уже написан и заголовок, к тексту добавились цифры, добавились разные тезисы, много-много раз я переписывал текст на этом слайде, я выровнял три блока друг относительно друга, выровнял их относительно краев слайда, Сейчас ты увидишь то, что весь слайд, он переключится в темный цвет Здесь я добавил темный фон для того, чтобы слайд был стильным И для того, чтобы слайд не был бледным, я добавил вот такой кислотно-бирюзовый цвет И слайд получился, по-моему, офигенный, очень продающий, очень стильный получился слайд Четвертый слайд мы уже разбирали на стриме про ошибки Мы уже видели результат Здесь тоже было очень важно включиться в слайд и сделать максимально продающий заголовок Потому что этот слайд титульный, от титульного слайда должны быть такие эмоции Чтобы зрителю прям захотелось включиться во всю презентацию и прочитать ее от начала до конца Я выкинул фотографию из фона, поменял шрифт, переписал заголовок, несколько раз долго подбирал слова Важным элементом здесь был добавлен подзаголовок, который еще дополнительно продает, создает мотивацию зрителя Чтобы человек включился в этот слайд Поставил оранжевый цвет на фон, чтобы было поярче, поинтереснее И тоже нашел такую руку, лайка, поставил ее на слайд, развернул И, да, чтобы тоже было такое разнообразие Тоже получился очень прикольный, очень простой, но при этом яркий, красивый титульный слайд И ты тоже, прям сейчас, можешь взять и поставить лайк к этому видео Лайки, комментарии, вообще любые реакции, они помогают продвигать видео Я всем благодарен, кто комментирует видео, кто ставит лайки Огромное вам большое-большое спасибо! Пятый слайд! Ох, на пятый слайд я, наверное, потратил минут 20 Основная сложность здесь была в перегрузе На этом слайде столько контента, что здесь хватило бы на 3, на 4 слайда И вот больше всего времени у меня ушло на то, чтобы разобраться в этом слайде И понять вообще, что к чему Вот такой у меня один результат получился По видео можно отследить, как я от одной идеи переходил на другую А потом возвращался снова на первую, а потом снова на третью В общем, много идей у меня менялось Я взял один абзац, самый ключевой, разбил его на три категории И начал подстраивать под разные форматы Сначала вот я сделал горизонтальный формат Сейчас мы увидим то, что я начал пилить этот слайд на две части Но мне то не нравилось, все не нравилось Это очень круто, когда вам самим слайд свой не нравится Не удалять предыдущую версию, а просто попробовать пересобрать другую В конечном итоге, через пробы, через ошибки Какой-то результат хороший и получится Я взял иконки стандартные из PowerPoint Потому что времени уже абсолютно не было Сохранил этот такой зеленый цвет Немного его изменил, сделал его более приятным Но у меня получилось вот такое тоже простое, элегантное решение Но по факту уже сказал, что этот слайд нуждается в большей обработке Слайдов там пять, наверное, с него можно выжить Получилось отлично В сравнении до и после с неба и земля, конечно И вот тут на своем слайде я вижу косячки Если ты их тоже видишь, не стесняйся писать об этом в комментариях И какие-то свои идеи предлагать Как можно улучшить и доработать еще и мои слайды Потому что я был ограничен во времени Я уверен, что у тебя будут хорошие идеи Пиши о них в комментариях Шестой слайд Шестой слайд тоже получилось переделать прикольно Основная сложность здесь была Мне был непонятен контекст И здесь было очень сложно разобраться в самом тексте Вот что у меня получилось Поначалу я хотел сделать слайд на темном фоне Но потом мне эта идея не очень понравилась Потому что я начал делать что-то похожее Что делал со вторым слайдом Получилось восемь пунктов Которые я хотел распределить Я потом понял эту мысль Начал полностью все переделывать И все же сделал такую верстку Где разбил два слайда на две части Слева и справа Слева у меня был заголовок, справа я начал формировать список Изначально в слайде до там было 6 пунктов, у меня получилось 8 Я полностью переработал текст, упрощал полностью предложение Сделал таким образом, чтобы у меня все пункты уместились в одну строчку Это очень многого мне стоило В качестве разнообразия я тоже нашел здесь иллюстрацию, добавил ее в левую часть Логика чтения построена хорошо, намного лучше и намного понятнее этот слайд читается, чем вариант до И сам по себе он красивый и стильный и понятный Седьмой слайд, с этим слайдом мне очень понравилось работать, потому что получился очень простой и стильный слайд Если мы углубимся в вариант до, здесь будет много дублирующихся элементов, непонятное выравнивание Самое главное, большой крупный вопрос, но нет ответа на этот вопрос Зачем нужна воспитательная функция? Это не ответ на этот вопрос И очень много времени я потратил на то, чтобы углубиться в этот слайд и переработать этот текст Вот что у меня получилось, согласись, получился очень простой, но при этом функциональный слайд Этим мне он и нравится Я сохранил заголовок, я очень долго подбирал шрифт к этому заголовку, пробовал разные варианты и к тексту, и к шрифту Но все равно сейчас увидишь, что самую большую часть времени я потратил на то, чтобы переписывать этот текст Чтобы контент, он отвечал на главный, на заголовок, да, у нас в заголовке есть вопрос И зрителю ответ на этот вопрос, он должен быть максимально понятен Я не стал добавлять сюда большое количество цвета, я в принципе цвет никакой не добавлял Слайд получился черно-белый, благодаря этому он получился очень простым И при этом самое главное, что он получился функциональным В качестве разнообразия я добавил, нашел иллюстрацию, тоже черно-белую Вот такой супер простой слайд получился Получилось просто, стильно и понятно Кстати, приходи на мой большой курс по PowerPoint Ссылка на него будет в описании Вот там подробно, прям супер подробно разбираем все инструменты Как можно делать классные, стильные, понятные презентации Девятый слайд, вообще вариант до здесь тоже изначально был неплохой Но я все равно решил его взять в это видео и переделать Потому что были идеи, были варианты, как его можно чуть-чуть улучшить Тоже долго думал над проработкой текста И основная задача была здесь переработать весь текст Формулировал здесь более понятный, более четкий заголовок Переписал весь текст, выкинул вообще все ненужное, все, что дублируется Сформировал более маленькие, более понятные тезисы Иллюстрация, кстати, на варианте до была тоже хорошая Но я все равно решил найти свою и, кстати, ввел сюда еще один цвет Не стал копировать тот же самый синий Синий цвет на варианте до тоже хороший, очень приятный Я ввел такой малиновый, яркий, сочный цвет Выделил отдельно акценты, некоторые тезисы на слайде Чтобы к ним тоже привлечь внимание По красивости и стильности, наверное, этот слайд как-то не сильно улучшился Но точно стал аккуратнее, точно стал более функциональным И построена у него более грамотная логика чтения Возможно, мы вместе с тобой сделаем попозже стрим Где вместе с тобой же будем переделывать слайды в прямом эфире Поэтому подписывайся, ставь все колокольчики, ставьте лайки Чтобы ничего не пропускать Спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok